Русские новости Выпуск номер 50 Российские власти, которые мы называем оккупационными, а их представители гауляйтерами, продолжают ликвидацию русского движения. В Верховный суд признал законным решение о ликвидации народного ополчения имени Минина и Пожарского, отклонив апелляционную жалобу на решение Московского городского суда. Поляки в Кремле, а русских ополченцев судят судом самозванцев. Можем себе представить, народное ополчение имени Минина и Пожарского, символ русского сопротивления, является в России не просто незаконной, а прямо-таки террористической организацией. Напомним, что лидер этой организации, Владимир Васильевич Квачков, многие годы находится в заточении и терроризируется ныне действующими властями. Считать эти власти национальными, российскими, суверенными совершенно невозможно. Это действительно оккупационные власти. И эти власти осудили Владимира Квачкова за подготовку к государственному перевороту, найдя среди участников такого переворота всего двух пенсионеров. И в качестве орудия переворота один арбалет. Это, конечно, идиотизм и беззаконие. И то, что мы видим в решениях Верховного Суда, это тоже идиотизм и беззаконие. Все лица, которые принимали участие в принятии такого решения, являются, конечно, преступниками. И, впрочем, весь Верховный Суд у нас это преступная организация, потому что эти люди просто являются наемниками у оккупационного режима. И принимают те решения, которые этот оккупационный режим диктует. Все эти решения мы считаем либо незаконными, либо преступными. Случайно, конечно, могут происходить и решения, которые идут на пользу российской государственности и русской нации. Но эта случайность не изменяет правила. Режим оккупационный, соответственно, и Верховный Суд является судом оккупационных властей. Только так мы и должны относиться к решениям этой неуважаемой организации. Прокуратура города Москвы направила в суд материалы на признание экстремистской организации объединения русские. Этнополитическое объединение русские, так полное название. И, соответственно, запрет. Программные документы ЭПО русские направлены на возбуждение вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности. Говорится в сообщении об этом пресс-службы прокуратуры. В прокуратуре отметили, что руководители-участники этого объединения уже привлекались к ответственности за совершение правонарушения экстремистской направленности. Возникает вопрос, а многие годы существования ЭПО русские как-то не вызывали сомнений в том, что эта организация является экстремистской. И программные документы, которые могли прочесть несколько лет назад те же самые работники прокуратуры, почему-то не вызывали у них ни одобрения. Что случилось за этот период? За этот период, точнее в этом году, Кремлем принято решение уничтожить все русские организации, какими бы они ни были, инспирированными кремлевскими политтехнологами или самостоятельными. В первом случае мы видим самостоятельную организацию, которая никогда не ходила под кремлевскими махинаторами. Во втором случае мы видим организацию, которая многократно проявила себя как крайне нестабильная, крайне шаткая во всех позициях, которые можно было бы обозначить как национальные или антинациональные. И организацию мотала то туда, то сюда. И лидеры этой организации совершенно лишились всякой поддержки и всякого уважения со стороны действительно русских людей, действительно русских националистов. В данном случае мы видим, что режим подчищает за собой. Те проекты, которые были созданы в рамках так называемой программы управляемого русского национализма, тоже ликвидируются. В первом случае, в случае народного ополчения имени Минина Пожарска, мы имеем урок мужества и стойкости русских людей, которые сформировали ополчение гораздо раньше, чем возникло ополчение в Донбассе. И эти люди уже не отступят в этой или в другой организации, или каждый в отдельности. Они будут противостоять русофобскому режиму. Совсем иное дело во втором случае. Это урок совершенно другого свойства. ЭПОР, этнополитическое объединение русские, была ложной организацией, которая собирала, конечно же, русских людей, русских националистов, чтобы увести их в болотный протест. Это и было основной целью. И втягивала в разного рода глупости, которые отношения к политике не имеют. В организации были люди разные. Первоначально это была коалиция именно разных людей. Но они ни о чем не договорились, пытаясь монополизировать русское движение, устроили грязные игрища в информационном поле. Это, конечно, было уделом узкой группы лиц, руководства. Но при этом они выступали от имени всех русских. Всех русских, от имени всех русских националистов. Что, конечно, было недопустимо. Выступали, но выступить так и не смогли. В силу своей безответственности, безнравственности и интеллектуальной убогости. Я уже не говорю о том, что кроме болотного протеста, эти люди приняли участие также и в проукраинских шествиях, и даже ездили на Украину. И там проводили какие-то военные лагеря. Там якшались с настоящими русофобами, ненавистниками исторической России. И украинскими сепаратистами. Вот их настоящие союзники. Мы, конечно, с ними никакого союза заключать не могли. И поэтому подвергались в крайней степени гнусным откликам, которые распространялись и до сих пор распространяются в информационной сети. И это и не удивительно. Но теперь мы видим, что и такие организации, в которых есть действительно русские искренние люди, но заблудшие, которые не поняли, какие ориентации были на политическое объединение русские. Финал руководства ЭПОР прослеживался давно. Они не могли, не умели работать и хотели только пострадать, чтобы через какое-то время начать морочить голову русской молодежи, которой для их популярности предполагалось таскать каштаны из огня. Постоянно подрывая русское движение, авантюристы довели его до почти полной ликвидации. Их глупость и наглость отразилась на всех. И теперь кремляде осталось атаковать только нашу партию, Великая Россия и региональные организации. Потому что все остальные структуры уже уничтожены, юридически уничтожены, конечно. Но мы будем продолжать сопротивляться этой русофобской властью теми способами, которые нам предоставит ситуация в рамках каких-то организаций, или в рамках новых организаций, в рамках коалиций. Все без исключения организации подвергаются уничтожению. Мы ожидаем атаки и на нашу организацию, на партию Великая Россия. Продолжается история с захватом оккупационным режимом Юрия Мухина и его соратников, которые объединены в инициативную группу по проведению референдума за ответственную власть. Сама атака на эту организацию, которая требует исполнения конституционной нормы, принятия и исполнения закона об ответственности власти, говорит о многом. Эта власть не желает никаких референдумов, никаких волеизъявлений нашего народа, потому что с момента принятия закона о референдуме никаких референдумов не проводилось, кроме Ельцинской конституции, которая поставлена под сомнение уже многократно, и даже высшими руководителями, которые себя называют президентом или премьером. И эта власть не желает быть ответственной, не желает быть ответственной. Поэтому группа по проведению референдума, которая формировала действительно организационную структуру, через какое-то время эта структура обещала вырасти до достаточно значительной, и референдум мог быть проведен. Поэтому как только эта структура получает какие-то перспективы, получает поддержку, в том числе со стороны русского движения, входя в коалицию, русский национальный фронт, то эта структура подлежит уничтожению. Так действуют оккупационные власти, так действуют гауляйтеры, засевшие в Кремле, в правительственных учреждениях, в судах и в других правоохранительных органах. Власть кремляде – это сплошное вранье. Зарплата директора пенсионного фонда Антона Дроздова – 1,3 миллиона рублей. Он покупает семикомнатную квартиру за 240 миллионов рублей. Задачка – сколько господин Дроздов должен ни есть и ни пить, чтобы на свою зарплату купить такую квартиру? Ответ. А он и не на зарплату покупает, потому что эти люди не живут на зарплату. И поэтому они действуют не в интересах государства, а в интересах только тех, кто обеспечивает им доходы помимо зарплаты, даже такой значительной, как у замдиректора пенсионного фонда Антона Дроздова. Достаточно продать кусочек родины, и все у тебя будет. И может быть даже без всякой зарплаты. А вот еще одна цифра. На питание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2015 году федеральному бюджету придется выделить 1,2 миллиона рублей. За эти деньги поставщик должен кормить Матвиенко в течение всего года, а значит тратить ежедневно, в том числе и в выходные и праздничные дни, около 3,3 тысяч рублей, 3 тысячи 300 рублей каждый день. В опубликованной аукционной документации нет сведений о том, какими блюдами и в каком качестве и количестве поставщик должен кормить Валентину Ивановну. В тех заданий в этом месте стоит просто прочерк. Видимо, зарплаты Вале не хватает, и кушать она привыкла за десятерых. Есть такое высказывание Маргарет Тэтчер, которая уважается не только в Великобритании, хотя и не является, и никогда не являлась другом России. Нет никаких государственных денег, бывают лишь деньги налогоплательщиков. Так вот, Валентина Матвиенко пожирает, буквально пожирает каждый день деньги налогоплательщиков. Если бы мы так относились к всем тратам чиновников, бюджетным тратам, официальным или неофициальным, которые покрываются доходами нелегальными, нетрудовыми, противозаконными, мы бы большую часть их уже отправили за решетку, не так ли? А вот оцените их лучшие кадры. 47-летний замдиректора Института права и развития Высшей школы экономики Сколково Хаким Мурсалимов пришел в ресторан в ночь на пятницу в сопровождении девушки и еще одного мужчины. За ужином гости выпили две бутылки водки. Ну как, ученому мужу разве не надо расслабиться, пойти отдохнуть на двух мужиков выпить две бутылки водки? Нормально. Последним уходившим участником этой трапезы был Мурсалимов. То есть его приятели уже ушли, а он продолжал пьянствовать уже в одиночестве. Нормальное времяпрепровождение для высокого чиновника, замдиректора Института права и развития Высшей школы экономики. На выходе мужчина оступился и ударился головой об острый угол кафельного подоконника. Ну прямо действительно мордой, а подоконник это в порядке вещей для высокого чиновника. Из раны посетителя хлынула кровь, а встревоженные инцидентом работники ресторана вызвали скорую помощь. Ну здесь ничего удивительного, обычная реакция нормальных людей. Приехавшие медики пытались усадить пострадавшего в карету скорой помощи, но Мурсалимов стал вырываться и кричать. Когда же дебошира все-таки припроводили в машину, а девушка-фельдшер пыталась обработать его рану, пьяный пациент ударил ее по лицу. Но это обычное поведение чиновников, которые выдвигаются этой поганой властью. Поганая власть – поганый чиновник. Фельдшера, который пытается ему помочь, бьет по лицу. За молодую женщину заступился бармен заведения. Ему удалось увернуться от кулака Мурсалимова. Конечно, надо лезть в драку против тех, кто пытается тебе помочь. Но это просто пьянство помутило голову этого ублюдка, извините за выражение, но по-другому его не назовешь. После чего сотрудники ресторана вызвали полицию. Ну такой дебошир оказался. Блюстители закона особо не церемонились с пьяным руководителем фонда поддержки инновационных проектов. Они скрутили Мурсалимова и привязали его к каталке. Мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль. Ну тоже нормальное поведение нормальных людей. В отношении абсолютно ненормального представителя, выдвиженца вот этой поганой власти. Еще раз подчеркну, поганой власти. Не нашей, не русской, не российской, а именно поганой. Пришли поганые люди и захватили власть. Мы так к ним и должны относиться. Ну и они вот представляют свои лучшие кадры. Хаким Мурсалимов удостоен почетного знака за заслуги перед Таймыром. Поздравляю руководство и жителей Таймыра. Это было в ноябре 2010 года. Медали Совет Федерации 15 лет в декабре 2009 года. Поздравляю руководство Совета Федерации, а также почетных грамот и благодарностей Совета Федерации. Не иначе, как Валентина Матвиенко выдвигала этого Хакима Мурсалимова, или, по крайней мере, участвовала в его поощрении. Поощряют вот таких уродов, самых настоящих уродов, которым, конечно, место где-нибудь на помойке среди бомжей, а не среди научной элиты, не среди руководства учебного заведения, и не в Совете Федерации, где его отмечают как весьма достойного человека. Их достоинство – это позор. Это позор для нас, что такие люди вообще присутствуют где-то в информационном поле и распоряжаются какими-то ресурсами, какими-то образовательными программами. Этих негодяев, конечно, надо гнать пинком под зад, но без того, чтобы очистить сначала Кремль, мы их не выгодим. Поэтому наша цель, конечно, смена власти. Нам скажут, вы хотите насильственным образом. Да нет, это вы насильственным образом против нас действуете, как действуете против народного полчения, против других русских организаций, против русских активистов, против тех, кто собирается проводить референдум, против тех, кто требует ответственности власти. Это вы действуете насильственным образом, а мы действуем в рамках закона, хотя вы нам не даете жить по закону, просто не даете жить по закону и вообще жить. Поэтому катастрофа в России уже разразилась, и экономическая, и политический кризис не за горами. Я думаю, что очень скоро мы возьмем за шиворот всю эту сволочь, которая накопилась в органах государственной власти, правоохранительной системе в особенности. Идиотизм власти мы отмечаем многократно. Ну а теперь отметим вот на фотографиях у спортивного комплекса «Ермак» в Томске торжественно открыли скульптурную композицию «Покорение Сибири». Такая же скульптурная композиция установлена в новосибирском аэропорту Толмачева. Однако памятники были подарены двум сибирским городам и представляют собой изваяние вовсе не Ермака и вовсе не покорение Сибири. Это жуткий памятник Тамерлан и автор этой скульптуры итальянец азиатского происхождения Юнус Сафардиар. Вот комментарий на этот счет заместителя местного казачьего атамана. История с этим памятником длится более пяти лет. В свое время томская общественность в лице известных томских писателей, деятелей культуры, науки и искусства собрала подписи против установления сего памятника и после чего в администрации его до поры просто спрятали. Почему? Да потому, мои дорогие земляки, что памятник известного проживающего в Великобритании узбекского скульптора посвящен известному завоевателю Средней Азии Тамерлану. Президент Узбекистана Каримов отказался устанавливать в Самарканде. В Англии тоже отказались. После чего он под видом Ермака подарен Томской администрации. А та на халяву, причем тайно, установила его. Вот такой идиотизм власти наблюдается у нас в регионах. Но коль скоро в регионах, то яблоко от яблонки недалеко падает. То точно ровно такой же идиотизм мы видим и в Кремлевской администрации, в правительстве Российской Федерации. Пост повыше, идиотизм радикальнее. Глава российского правительства Дмитрий Медведев предложил ограничить численность скота в личных подсобных хозяйствах. Соответствующее поручение дано министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. Проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части урегулирования отношений по ведению личного подсобного хозяйства, в том числе и установления ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. Так говорится в поручении Дмитрия Медведева. Над вопросом помимо Минсельхоза будут работать Минэкономразвитие, Минфин и региональные власти. Свои предложения они должны будут представить до 23 сентября. Этот идиотизм это просто продолжение того самого безумия, которое требует от властей уничтожать так называемые санкционные продукты. То есть просто уничтожать пищу. Для русского человека это такой бред, который просто трудно переносим. Переносимы многие формы идиотизма власти, но эта форма борьба просто с едой говорит о многом. Насколько далеки эти люди не просто от народа, а от здравого смысла. Это поистине будущие обитатели психушки. Их надо сажать где-то рядом с Наполеонами. Туда же, наверное, Дмитрий Медведев, Владимир Путин должны отправиться в одну палату с Наполеонами. Действительно, они ни на что не способны, эти власти. Проблема нехватки чистой питьевой воды стоит остро не только в отдаленных российских деревнях, но и в Подмосковье. К концу 2014 года около 20% населения Московской области не были обеспечены чистой водой. Не только едой, но и водой не обеспечены. Вот ситуация в России. О каком прогрессе вообще можно говорить? О каких успехах этой власти, которая за 15 лет, продолжая ельцинскую политику, разоряла и продолжает разорять страну ради обогащения узкой кучки лиц, которые вообще к России никакого отношения не имеют, кроме того, что они здесь воруют. Вот их принадлежность к России. Никакого патриотизма, никакой ориентации на национальные интересы, ничего кроме воровства. Вот портрет ныне действующей власти, которая должна уйти в любом случае. Всеми силами мы должны навалиться, чтобы этих людей просто не было. Таких идиотов, таких мерзавцев не должно быть во власти вообще. Должна пройти глобальная чистка. Конечно, для этого прийти к власти должны русские национальные силы. Никакие другие ничего не сделают. Ни коммунисты, ни либерасты. И те, и другие являются врагами русской государственности, русских национальных интересов. Поэтому не надейтесь никогда ни на либералов, ни на коммунистов, ни на леваков. Только правая русская национальная идея и возвращение к традиции. Больше ничего не остановит разграбление нашей страны интернациональными силами. Одни заменят других. Больше ничего, если мы допустим, чтобы либералы с коммунистами вновь просочились во власть. А сейчас именно таковые действуют во власти. Бывшие коммунисты или бывшие либералы, которые просто перекрасились, сменили маски. А им, в общем-то, все равно, какие маски носить, лишь бы властвовать и продолжать грабить нашу страну. Продолжим дальше. Напряженная ситуация с питьевой водой сохраняется в Подмосковье, несмотря на то, что федеральная целевая программа «Чистая вода» работает уже 4 года. Затрачены миллионы рублей бюджетных денег. А ВОЗ и ныне там. Еще чего-то кажется, что в областном правительстве не хотят и не могут понять, что чистой воды в домах не будет, пока не закроют и рекультивируют все свалки твердых бытовых отходов. Пока не починят очистные сооружения и не заметят прожавевшие трубы. При существующем износе сетей водоснабжения, которых составляет 57%, четверть всей поставляемой в область воды не доходит до потребителя. Это 8 миллиардов рублей ежегодно утекающих из дырявых труб в землю. Но лучше ведь 8 миллиардов присвоить, не так ли господин Воробьев, губернатор Подмосковья, присвоить лучше 8 миллиардов всякому варью, чем потратить его на то, чтобы заменить протекающие трубы. И пусть лучше те водонасосные станции, которые работают, закачивают воду просто в землю, а не поставляют людям. И очистные сооружения не нужны. Ну зачем это население? Пусть сдохнет. Правда, господин Воробьев? Вот таких губернаторов, как Воробьев, или таких губернаторов, как губернатор Томской области, или других не нужно. Ни Собянин в Москве не нужен, ни Воробьев в Подмосковье. Это люди абсолютно бесталанные и абсолютно не ориентированные на пользу дела, на благо общества. Поэтому этих людей не должно быть во власти ни на каком уровне, ни на высоком, ни на низком. Метлу в руки это максимум, что можно им позволить. И небольшой дворик, потому что с большим они не справятся в силу немощи своего интеллекта. Не физического, а именно интеллекта. Они не смогут даже один двор убрать этой метлой. Но давайте мы им предоставим эту возможность. Попробуем им довериться. Доверим метлу Воробьеву в одном дворе, а в соседнем дворе метлу Собянину. И тогда, может быть, эти люди смогут проявить свои истинные способности. И мы оставим эти дворы в пользовании, в обслуживании у этих двух лиц. Инородческий бандитизм продолжается по всей стране. 2 августа в Москве толпа вооруженных топорами бандитов напала на Евгения Никулина, перепутав его с кем-то другим. В один момент эти бандиты из здорового парня сделали инвалида. Он потерял кисть, подставив руку под удар режущего оружия, которым его хотели снести голову. Видимо, какой-то мачете или какой-то меч. Потом ему отрубили ступню. Евгения не убили только потому, что на крики прибежали люди. Друзья Евгения собирают ему средства на протезы. Карта Сбербанка помощи Евгению. 42, 76, 01, 13, 14, 25, 21, 03. Данные взяты из газеты «Блокнот Воронеж». Потому что Евгений Никулин приехал из Воронежа. Приехал к своему другу. И вот так попался в Москве, которое отдано Собяниным, кавказским бандитам, на расправу над коренными жителями России, над русскими людьми. В центре Екатеринбурга двое мигрантов схватили девушку на тротуаре и потащили в кусты. Это было в центре элитного района. Насиловали, потом избили, бросили, прихватив кошелек из сумки. К счастью, преступники не нашли при ней мобильника. Она успела сообщить о случившемся и позвать маму на помощь. Девушка осталась жива и находится в шоковом состоянии. У нее огромный отек лица. Видно, что здоровый мужчина не один раз ударил ее кулаком. Глаза как два огромных мешка. У нее, скорее всего, сотрясение мозга, поэтому она не помнит, кто на нее напал. Кроме того, что это были не русские. Пустырь прочесали вдоль и поперек, но выйти на след насильников не помогли даже собаки. Это не единичный случай. Это случаи, которые десятками случаются каждый месяц по всей стране. Просто о них мы не знаем. Это самый настоящий терроризм против коренного населения России, который осуществляется приезжими. А ворота им открыла кремлевская власть, приняв миграционные законы в 2006 году. И продолжая политику замещения коренного населения пришлым. А пришлое население это вот такие уроды, которые приезжают из-за границы, приезжают из Азии или приезжают с Кавказа, который на территории Российской Федерации находится. Тем не менее, это миграция замещающая. Коренное население русское, славянское население прежде всего. Истязание его бандитами полностью на совести. Министра внутренних дел Колокольцева, который является преступником, поскольку несколько раз уже обещал навести порядок с мигрантами и пресечь преступность среди этих мигрантов. Но ничего не сделал. Собирался в отставку, господин Колокольцев. Пошел вон в отставку. Только там тебе и место, генерал Трехзвездный, который ничего не смог сделать. А сделать сможет только человек, который будет противостоять на недействующей власти ее политическим установкам на истребление всего коренного населения России. Именно так установка кремлевской власти это истребление. Физическое истребление, моральное унижение, демографический кризис. Все это является результатом их установки прямого умысла, а не просто каких-то недоработок. Да, среди властной группировки сплошные идиоты, но в том числе и подлецы. Идиоты и подлецы. Поэтому мы терпим крах нашей государственности, крах нашей экономики. И физическое убывание нашего населения на территории Российской Федерации. Это их вина и наша тоже, потому что мы терпим над собой такую власть. Не должны мы терпеть эту власть. Мы должны ее сменить. Какими способами? Это мы подумаем, конечно, не перед видеокамерой. Потому что если мы скажем, как на самом деле может измениться власть в Российской Федерации, то нам обязательно скажут, что это есть экстремизм. Даже если мы будем ссылаться на закон, конституцию, все равно для этих людей любая наша мысль о смене власти это экстремизм. А для нас экстремизм каждый вздох и каждый выдох этой власти, каждое ее действие, каждый ее помысел. Вы экстремисты. Путин, Медведев, Собянин, Воробьев и вся прочая нечисть, находящаяся у власти. С этой нечистью русский народ мириться не может, жить с ней вместе не может. Истребить эту нечисть, очистить от них власть, это наша задача. Ближайших лет, ближайшего будущего, желательно ближайших месяцев. А если получится это сделать завтра, то лучше бы, чтобы это было завтра. До каких пор будет такое отношение к детям и родителям? Трехмесячный Родион Танких скончался 12 августа 2015 года в детской городской больнице города Новороссийска. Согласно справке о смерти, ребенок умер в результате черепно-мозговой травмы, контакт с тупым предметом. Родители обратились в прокуратуру. Основная версия, ребенка в больнице уронили. Ну, бывает, случается, конечно, такое. Но как попал в больницу ребенок? Он был доставлен туда органами опеки 6 августа 2015 года. Отобрали двоих малолетних детей трехмесячного Родиона и трехлетнюю Илону из семьи Виктории и Максима Танкиха. Почему отобрали-то? Со слов родителей, с тех пор, как отец семейства потерял работу, социальные службы стали предъявлять претензии, что в холодильнике недостаточно продуктов, скопился долг по квартплате, а в доме не убрано. Сами родители являются сиротами, социально незащищенными членами общества. Согласно статье 77 Семейного кодекса Российской Федерации, дети могут быть отобраны из семьи только в случае угрозы их жизни или здоровью, чего в данном случае не наблюдалось. На кануне смерти ребенка должны были вернуть их в семью, но так как у матери не оказалось справки о том, что отец ребенка устроился на работу, Родиона не отдали. На следующий день мальчик погиб. Вот результат деятельности этих людей. Это просто смерть наших детей. Наших детей уничтожают таким образом, если семья терпит недостаток в продуктах, если основной добытчик в семье не имеет работы, что должна делать власть? Обеспечить работой, помочь продуктами, помочь семье. Что делает эта власть? Она отнимает детей. Как называется эта власть? Это может быть только власть оккупантов. Так действуют только оккупанты, только ненавистники. И самое постыдное, что люди, которые себя считают нормальными, которые работают в органах опеки, допускают такое поведение. Они должны добиваться выделения средств для помощи семьям, в которых происходит потеря работы, в которых много детей. Это хорошо, когда их много. И этим детям обеспечить нормальное существование в семье, а не в приюте и не в какой-то больнице, куда отдают от малолетних детей. Для чего? Для того, чтобы они там просто умерли. Или получили какие-нибудь болезни. Потому что там тоже все не обустроено. Там все против нас, все против детей, все против существования русского народа. К сожалению, ответ граждан на все эти безобразия – это вялый протест. Жители двух общежитий в Красноярске, расположенных на улице Норильской, в знак протеста перегородили проезжую часть. Люди выстроились в колонну на пешеходном переходе, создав серьезную пробку в оба направления. Движение на дороге было приостановлено на полчаса. Причиной спонтанной акции протеста стали необоснованы в высокие суммы в платежных квитанциях. Два месяца назад у людей поменялась управляющая компания. За время переходного периода собственники комнаты в общежитиях накопили долги. К примеру, за жилплощадь 19 квадратных метров на одного собственника пришли платежки 10-15 тысяч рублей. Протестующие разошлись только после того, как с ними пообщался глава района и представитель прокуратуры. Однако выйти на контакт с представителями управляющей компании у жильцов сегодня не получилось. Это все происходит сейчас, летом, когда многие люди в отпусках, и многие думают, что как-то это перемелется, и вот эти безумные цифры, которые появились в квитанциях счетов за ЖКХ, куда-то испарятся. Не испарятся. Грабеж будет продолжаться, как Остап Бендер говорил, относительно законными методами. Можно воровать и так. И так они пополняют бюджет, а потом из этого бюджета нам же платят. И говорят, мы являемся вашими благодетелями. Да вы воры, господа, они благодетели никакие. Несостоявшийся митинг в Севастополе. 1 августа инициативная группа жителей Севастополя подала уведомление в правительство города о проведении митинга на площади Нахимова 12 августа. Предварительно было известно, что митинг должен пройти с 18.30 до 20.00. Среди подписантов 12 человек депутата законодательного собрания, активные севастопольцы, которые как раз способствовали присоединению Крыма к России. И организаторам беспричинно было предложено перенести митинг 12 августа на мыс Хрустальный к памятнику солдату и матросову. Инициаторы официального ответа от властей по этому поводу не получили. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло, характерная фамилия, на что он Миняйло свою совесть, заявил, что против использования на митинге простых людей. Как это вообще может быть? Против использования на митинге простых людей. Кто использует вообще людей на митингах? На митинге люди приходят сами, если, конечно, они не отморозки и не получают деньги от кого-то. А вот от людей типа Миняйло наверняка когда-нибудь дополучали. По его словам, по словам этого Миняйло, обратить внимание власти на ту или иную проблему, полномочий у любого гражданина, а тем более у депутата, хватает. То есть он говорит, да пошла она эта конституция с правом на проведение митингов, шествий, собраний. Плевать, вы приходите на прием, а там мы вас обуем, один на один. Или против вас будет 10 чиновников, а вы один. Подавайте заявление, давайте, обсуждайте со мной до бесконечности. Миняйло назвал все эти публичные выступления Майданом. Теперь, видимо, в России любой митинг, любое шествие, все это Майдан, все это промайданные силы. Да ничего подобного. Майдан в головах у этих людей. И они страшно боятся народного возмущения. Страшно боятся, что их возьмут за шиворот. Поэтому пугаются каждого куста, каждого митинга, каждого пикета. И продолжают свое беззаконие. Беззаконие, которое было на территории России. Мы часто встречаемся с ним в крупных городах, когда подаем заявки на проведение своих политических русских мероприятий. Все это вползло на территорию Крыма, на территорию Севастополя. И там продолжается подавление русского движения. Похлеще, чем на Украине. Вы понимаете, что еще хуже стало, потому что там-то было понятно, кто есть враг. А теперь в Крыму половина населения ходит в майках с портретом Путина. А Путин является тем человеком, который организует все это безобразие. И поддерживает всю эту русофобскую сволочную власть. Вместе с губернатором о майданных технологиях в Севастополе заговорил депутат Борис Колесников. Увидевший лукавство в обвинении губернатора в критике бесконтрольной застройки побережья. Полицей от Единой России также высказался против проведения митинга. Но вы можете высказываться сколько угодно. Но наше право проводить митинги, шествия, пикеты и так далее. А вы можете говорить все, что угодно. Любое слово от Единой России для нас является либо пустым звуком, либо каким-то неприличным выражением. Больше мы никак не можем оценивать любое высказывание членов Единой России. Потому что это партия оккупантов. Окупантов слушать себе дороже. Никогда слушать Единую Россию нельзя. Это лжецы и негодяи. Суд Ленинградского района Севастополя запретил проведение на площади Нахимова митинга против властей города, инициированного сторонниками спикера законодательного собрания Алексея Чалова. Суд согласился с мотивацией представителей губернатора Севастополя Сергея Миняйова, которые заявили, что не смогут обеспечить безопасности мероприятия. Если не сможете, вступайте в ООН. Если вы не можете обеспечить безопасности участников митинга. Значит вы не власть. Значит вы оккупанты. Значит вы негодяи. Значит вы не профессионалы. Все характеристики негативные, которые можно представить, мы можем отнести к вам, господин Миняйла. Вы интегрально по данной ситуации еще и преступник. Вам сидеть в тюрьме. Ну за такие преступления, ну наверное от двух до пяти лет вам хватит. В то же время городские власти согласовали на площади 12 августа концерт группы «Ласковый май». Здесь безопасность без проблем. При этом замсекретаря агент совета «Единой России» Андрей Исаев, известный подлец и негодяй, которого я знаю лично и характеризую его лично как негодяя и подлеца, заявил, что митинг организовывают силы, которые хотят раскачать ситуацию на континуне выборов Российской Федерации. Да, мы хотим раскачать ситуацию, потому что ваша ситуация – это смерть для нас. Нас эта ситуация не устраивает, поэтому мы законным образом требуем изменения ситуации и отстроения вас, господин Исаев, и прочие негодяи от власти. А также размещение вас за решетку, потому что ваша деятельность – это деятельность преступников. И господин Исаев, который сейчас занимает пост вице-спикера, но только таких негодяев и назначают вице-спикерами в парламенте, является преступником. Преступником по многим, по многим ситуациям, поверьте, просто мало об этом известно. Но в данном случае ситуация, наверное, тоже от двух до пяти. Так, Андрей Константинович, от двух до пяти. Гарантируем. Севастопольские власти объяснили запрет проведения акции на площади Нахимова тем, что она не приспособлена для такого количества людей. И организаторы подали заявку на три тысячи человек. А 23 февраля 2014 года те же люди проводили митинги в поддержку воссоединения с Россией во время Крымской весны. На площади прошел 30-тысячный митинг. Какие же вы подлецы! Исаев, Миняйла и всякая прочая сволочь, которая добралась до власти. Ну когда же мы, наконец, возьмем их за горло и вышвырнем оттуда из органов власти? Когда же, наконец, мы продвинем в органы власти настоящих нормальных русских людей, которые будут чутко реагировать на все наши чаяния, на все наши беды, и которые не будут нарушать основополагающие наши права, которые записаны в Конституции, которые мы, конечно, изменим и усилим там права граждан и ответственность власти. Будет у нас тогда ответственная власть. Если мы это не сделаем, то майданные технологии, которые были проведены в России, только это было в 1991-1993 годах, вот это была майданная технология. То, что произошло на Майдане, это было у нас, было в нашей истории Российской Федерации. И когда расстреляли парламент танками, ну, все это очень похоже ведь на то, что происходило на Майдане. И государственный переворот произошел в 1993 году там. А на Майдане он произошел в Киеве, он произошел немножко позже. Вот и вся разница. Антимайданная истерия стала поводом для беззакония и массового нарушения прав граждан. Даже когда речь идет о жгучих социальных проблемах, разыгрывается истерия о майданщине. Вспомним, что 12 августа исполнилось 15 лет со дня катастрофы подводной лодки «Курск», в которой погибло 18 севастопольцев. Ласковая попса – вот средства власти против ответственных граждан, стремящихся заставить безответственную власть следовать закону. Не ходите на концерты «Ласкового мая», не слушайте эту попсу, не слушайте эту мерзость, которая существует в нашей жизни уже многие годы. Это просто пособники власти, которые забивают вам мозги своими глупостями, своими попсовыми мелодиями, своими бессмысленными текстами бессмысленных песен. Это пособники оккупантов. Не ходите никогда ни на какие концерты «Ласкового мая» и никогда не слушайте, не общайтесь с людьми, которые вообще туда приходят. Потому что у этих людей отбито все национальное сознание. У них вместо национального сознания «Ласковый май». Вице-губернатор по внутренней политике Евгений Дубровник сообщил, что концерт приурочен ко дню молодежи. Каждый день кто-то умирает. Не отменять же из-за этого концерты. Ну действительно, что такое подлодка Курск, которая была предана Путиным? Он только вступил на пост президента Российской Федерации и тут же предал, тут же предал. Вместе с американцами, вместе с западниками. Он предал наших моряков, которые погибли. А раз он предал военных моряков, которые исполняли свой долг, значит, он предал Россию. С самого начала своего правления в стране он предатель. И так к нему и надо относиться. Предатель Владимир Владимирович Путин, а не какой-то президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Предатель Путин. Вот так его и надо называть. Севастопольцы теперь собирают какие-то подписи под обращением к Путину. Увы, одну оккупацию они сменили на другую. Ничего не изменилось, разве что возникли лишние иллюзии насчет кремлевской шайки. Мы должны избавиться от этой иллюзии. И это будет прямой путь к установлению в России русской национальной власти.